Книга «Открытым оком», том 18, вопрос 3252, тема «Жития». «На основании чего вы утверждаете, что многое в житиях и многие жития выдуманы?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «На основании Библии и на внутреннем восприятии при сравнении жизни библейских святых». Теперь о том открыто пишут и церковной печати. В кавычке открываются. Акты мучеников или акты святых. Неминование сборников древнейших известий о мучениках. Различаются два типа подобных актов. Первый тип представлен официальными судебными протоколами тех процессов, которые велись римскими властями против христиан. К такого рода протоколам, дошедшим, естественно, в позднейших списках, относятся акты процесса против Киприана, непископа Карфагенского и его казни 14 сентября 258 года. Эти протоколы были составлены канцелярией проконсула Африки. Фрагменты такого рода протоколов могут сохраняться и в позднейших переработках житий мучеников. Таковы, например, акты с килийских мучеников и акты с сенатора Аполлонио. Другой тип мученических актов – это записи очевидцев-христиан, стремившихся сохранить для церкви достоверное описание страданий и победы подвижника. Такие акты носят наименование «мученичество» от латинского «passio». Древнейшим памятником этого рода является мученичество святого поликарпа Смирнского. Умер в 156 году, сделавшееся образцом для всей древнехристианской литературы мученичества. К этому же типу относятся мученичество святого Иустина Философа, умер около 165 года, мученичество святых Перепетуй и Филицитаты, умерли в 202 году, мученичество святого великомученика Прокопия, пострадавшего при Диоклетиане в 303 году, акты персидских мучеников, пострадавших во время гонений в IV-V веках. Собирание актов мучеников начинается еще в период гонений. Согласно древнему, хотя и недостоверному преданию, святой Климент поставил в Риме семерых нотариев, которые должны были собирать мученические акты, идущие от разных христианских общин. После прекращения гонений и собирания свидетельств о мучениках приобретает постоянный целенаправленный характер. Появляются собрания таких актов. Сюда относятся прежде всего собрания древних мученичеств. Евсевия Кисарийского умер в 339 году, которое до нас не дошло. И история палестинских мучеников, сохранившаяся в сирийском переводе. Оба этих памятника составили основу церковной истории Евсевия, одного из важнейших источников для ранней истории христианства. В многочисленных последующих переработках этот материал вошел затем в Миней, Месяца Словы и Синоксарий. На этой почве развились различные типы агеографических повествований с определенными структурными схемами, отбором деталей и содержательными клише. Процесс собирания и переработки актов святых создал основу и для появления многочисленных вымышленных или полувымышленных актов, отражавших религиозно-культурные представления соответствующих эпох. Подлинные древние акты украшались рассказами о чудесах и видениях, которые, естественно, не могли быть частью подлинных судебных протоколов. В такого рода литературных обработках часто прослеживается фольклорный материал, представляющий интерес для социально-культурной истории. Ряд актов содержит настолько явные элементы вымысла, что побуждает сомневаться в самом существовании соответствующих святых. Таковы, например, мученичества святой Екатерины Александрийской или святого Георгия Победоносца. Испытывая влияние литературного процесса как такового, литература актов святых может включать в себя переработки чисто литературных источников. Примером может служить повесть о Варлааме и Иоа Сафи, основанная на легендах о Будде или житии Альбана, перерабатывающая миф об Эгипе. В этой части литература актов святых представляет интерес не столько для церковной истории, сколько для агеографии, то есть изучения литературных приемов, структурных схем и общих мест житийной литературы. Уже в древнейших актах мучеников может быть прослежена их связь с евангельскими повествованиями о страстях Христовых. Поскольку мученики выступают как идущие вслед за Христом, повторяющие его страдания и его победу над смертью, отдельные части мученических актов, в особенности часто молитва перед кончиной, ведения Христа и Царства Небесного, находят прямые соответствия с Священным Писанием. Это же относится и к иконографии мучеников. Это взаимодействие Священного Писания и актов мучеников служит основой для появления апокрифических повествований, в которых новозаветные события излагаются по образцам актов. К такого рода апокрифам относятся прежде всего акты Пилата, упоминаемые уже Иустином философом, умер в 165 году, и дошедшие до нас в составе апокрифического, Никодимово Евангелие. В этих актах сделана попытка реконструировать процесс Христа. Сходный характер имеют апокрифические акты мученичества отдельных апостолов, акты апостола Павла, акты апостола Петра, акты апостола Андрея, также получившие распространение с древнейших времен, не позднее третьего века. Кавычки закрываем. Лепицам 3.17 Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имейте в нас. Фундамент – это главное у дома. До твердого, до прочного копать, тогда и пертурбации не сломят. Готовь заранее ломы и не жалей лопат. Выравнивай по уровню основу. На чем положишь первый ряд, бревно? Вот так же в основании и слово. Так заповедало оно само давно. Строитель мудрый был апостол Павел. И благовестием фундамент заложил. В основе крест. На нем Христа вас славим. Фундаменты такие хороши. Никто иного положить не смог. Не обрекай строителей крушенью. На ветер графики, расчеты, сотни смет. Перекосит весь дом и сломит шеи. На вере во Христа и потрудились. Строй не из дерева, из сена и соломы. Сгорит подобное. Останки рухнут вниз. Упрямым головы, обрушившись, проломит. В горах обтесывают на постройку камни. Притирку к одному один годами. И будет храм, жилье стоять на память. Такое в дождь и в бурю мне придает. Из золота построй серебра. На драгоценный камень не скупись. Придется постараться и собрать. Голодных накормить и жаждущим дать пить. Душе и телу не давай покоя. Из милостыни жертвенности строить. При поношениях оказаться стойким. Когда еретики, гонители напротив. Тот дом есть церковь каждого из нас. С размахом строить будем или худо? Откроется в огне последний судный час. Осмеянный прославленный ли будем? 16 августа 2006 год. Игнатий Лаптун. Игнатий Лаптун.